Сейчас я буду в чате. Покажи жену! Покажи жену! Покажи жену! И такой внутренний бобой. Покажи за деньги! Я, честно говоря, думал, что мы The World пар... Не, вообще, вообще я сейчас... Давайте я вам расскажу. Давайте, инсайды, ребят. Ребят, вы готовы к инсайдам? Хотите инсайды, ребят? Да, не буду за мной. Хотите, я расскажу вам вообще. То есть, вся изнанка жизни. Люди же хотят обычно знать, как на самом деле всё происходит. Вообще, изначально... У меня же есть манагер, да? Александр Кост. Она такая говорит, она такая приходит. Она хуже бубой Гридвальда, да? Она просто приходит так вот. Так, блядь, вот ты выпустил ролик в начале месяца, да? Короче, блядь, этот там у тебя Call of KTool, ну это хуйня. Вот все эти-то игры, хуйня вообще. Короче, блядь, сделай ещё три ролика до конца месяца, и всё. Меня вообще не ебёт, блядь. Она просто вот так вот меня наручниками приколачивает, блядь, к компу. Вот так вот контракт меня откидает. Всё, блядь. Это... Деньги, деньги, дреби деньги. И всё, чтобы ещё до конца месяца было, блядь, три ролика ёбаных. Ну и короче, я такой подумал. Бля, типа, три ролика за месяц. Надо что-нибудь по-бырому сделать. Как вот по Гарри Поттеру ролики делал. Небольшая игра, допустим, да? Ролик на минут 10-15. В принципе, будет заебись. Что пойдёт не так, блядь? Сука, врубаю Mad World, начинаю играть, блядь. Вроде 15 уровней, делай, не хочу. А игра оказалась, блядь, сюжетом, и на 10 минут никак, сука, не выходит. Мало того, что игра, блядь, оказалась большой, в принципе, сюжетом. То есть там надо пояснять, там надо рассказывать. Там надо вставлять моменты с диалогами. Всё это давать вам слушать, блядь. Так ещё плюс, мне пришлось его поделить как минимум пока что на две части. Потому что я просто банально не успевал бы его сделать. Я подумал, бля, самым гениальным способом сейчас будет его просто поделить. Блин, с этими форсами как кукуха ещё не едет. Да нормально. Не, понимаешь вообще в чём дело? Я раньше всегда мечтал, чтобы вот, допустим, я какую-нибудь хуйню сделаю, и люди её форсили. Как это обычно бывает у популярных ютуберов, стримеров. Ну, допустим, кто-нибудь пизданет какую-то фразу, и все, бывает, её форсят. Да? Но проблема в том, что у нас это... Ну, у нас, как обычно, всё идёт через жопу, блядь. У нас не понос так золотуха. Люди форсы восприняли слишком в абсолют. Вообще в абсолют. Настолько в абсолют то, что я сейчас, блядь, я сейчас вам покажу. То есть, да, вот смотрите. Смотрите внимательно, ребят. Смотрите, все смотрят, все смотрят. Вот захват экрана. Глядите сюда, глядите сюда. Глядите сюда. Вот предлагаемые, блядь. И это ещё почищено. Я выложил, блядь... Помните, вот выложил? Вот эту картинку, блядь. И уже успели... Да, мне уже успели, блядь, всё засрать. Вот буквально... Блядь. 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 Ой, ой, ой. Я просто с нами погладил. Вот, 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 блядь, началось. Вот, блядь, вот, блядь, началось. 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 И это я ещё почистил. Вот, блядь, моё ебало со всем этим. Вот. я не помню честно да блять да блять я больше людей калечу нахуй чем вообще что-то делаю я тут ничего сделать не могу я как я раньше вообще играл 4 как странно в не только самолюбие я сам внизу да да давайте ребят не давайте марса марка все ребят нет я отказываюсь играть короче в марка у блять я тут сосуху яку все выхожу люди тупые имбецилы блять имбецильё врожденчество полнейшее везде в каждом фандоме у каждого ютубера у каждого стримера очень много тупых людей вы понимаете чьи имею ввиду тупые тупые понимаете даже мистер секретный бебус анонимус сейчас вам это подтвердит люди в большинстве своем абсолютно тупые понимаете тупые блять надеюсь вопросы отпали на самом деле вот эта тема с патреоном абсолютно нерабочая по многим причинам очень нерабочая тема с патреоном сколько людей мне писала бля бепса собирая деньги на патреоне делай все это оформляет давайте давайте просто я вам объясню на пальцах насчет дохода насчет денег насчет всего многие ошибочно полагают то что доход на наших каналах основной доход это интеграции прероллы вот такая тема рекламные ролики нет основной доход на канале это монетизация шок-контент для людей которые все время в комментариях пишут блять зачем тебе монетизация с нее же идут копейки нихуя с нее идут копейки если ты ебаный имбецил который пкд выпускает ролики на минут 10 на 5 минут такое знаете и капсом пишет что-нибудь название тип там блять там обоссал деда обзор мнение типа там речет и кланк топ игра 2000 там 21 год типа такого нет если ты делаешь такие ролики то тебе нихуя денег не будет это сам будешь говорить то что да вот с монетизацией деньги не приходит да если ты блять делаешь ролики по часу и хотя бы кидаешь одну рекламную хуйню на каждые 10 минут ты будешь зарабатывать деньги и это будет для тебя основным доходом поэтому я делаю большие ролики и чтобы блять не просто большие чтобы их еще сукой до конца посмотрели и поэтому для меня самый основной доход это монетизация у меня были варианты пойти на патреон но проблема в том что на патреоне люди не хотят донатить шейхам лучше допустим задонатить один раз прийти там задонатит они 5000 вообще что-нибудь такое произойдет придут за донатит вот а благодарят им в принципе до конца жизни этого хватит я такой подход уважаю все патреон тема не рабочая если ты живешь за бугром а если ты живешь у нас за бугром да у нас нет если я допустим начну собирать деньги на патреоне вот опять же 50 тысяч на урожайск я тебе гарантирую и тридцатки не наберется и 20 ну двадцатка может быть глядишь и наберется 50 нихуя так что делать урожайск блять но youtube с шансом то что этот ролик блять забанят ну его нахуй ну его нахуй я сейчас жду когда youtube как минимум снизит у себя основной порог по ужесточение правил потому что недавно прошла инфа то что youtube чуть-чуть ослабил хватку это мне пришло оповещение на ютубе то что вот так то так то мы короче смягчили правила публикации контента по монетизации все будет заебись все будет классно я поначалу не поверил вчера я загрузил mad world на youtube очевидно с него сняли монетизацию я уж подумал ну хуй с вами без монетизации выложу без проблем денек только подожду посмотрю чё скажут а то мало ли мало ли может еще 18 плюс накину тогда очень мне тогда чего смысл выкладывать нет так мало того что 18 плюс не накинули монетизацию вернули вернули зеленую монетку я охуел вот это был первый зеленый звоночек шанс того что урожайск может выйти на ютубе просто без нихуя потому что в мэдворлде конкретно в этом выпуске было все то чё и youtube ненавидит на нем в нем кровь жестокая игра которая часто находится под 18 плюс на ютубе youtube на это смотрит куча матюков в игре матюкался я периодически матершины и песни звучали и еще виталия сиськи и жопы бабские за такое youtube обычно снимал монетку сейчас ни с того ни сего нормально зарабатывать и деньги я охуел да нахуй нужен этот блять ранний доступ или эксклюзивный контент блять я вообще нихуя вот эту тему не понимаю с ранним доступом то есть да какой-нибудь ютубер такой хайпит бля ребята сейчас доступен видос на моем блять патреоне который будет доступен на в канале официально через неделю блять нет не то что неделю подождем вы не представляете себе какой спектр эмоций испытывает человек который не подписан на патреон и которому вся эта патреоновская тема в принципе не интересно то есть допустим человека нету возможности донатить периодически в патреон даже минимальную сумму нет возможности есть у нас такие люди ходят там с каким-нибудь онером разбитым такой вот тип и этот человек он может начать испытывать ненависть лично ко мне за вот такую хуету и ладно один ролик а представьте периодически как минуты роликами если будут выходить они будут выходить запоздание то есть какие-то люди будут их смотреть и большая часть аудитории будут знать то что они вышли но не будут их смотреть это же пиздец какой-то я могу понять еще с рисунками я могу еще понять каким-то порно контентом да там типа специально это делается чтобы бабла заработать и иначе его никак нигде не заработать кроме как патреона бусти прочь а тут я как смысла не вижу так под ворлд это просто слэшер на бит им ап тип не особо жестокий сам по себе не 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 смотри в чем прикол как вообще думает по данному случаю youtube ему не особо важно в первую очередь показывает что там насилие увеличиваешь его или нет ты допустим закидываешь его в раздел игры и выбираешь из этих игр mad world youtube смотрит общее количество сколько из этих из роликов имеющихся на ютубе находится в разделе 18 плюс или находится без монетизации если очень много этих роликов закрыты 18 плюс то он автоматом может тебя тоже в эту 18 плюс накинуть или накинуть как минимум проверку и лишь потом приходит человек и смотрит жестоко ли там не жестоко ли там и так далее и в итоге видимо там они что-то снизили потому что в одном случае мне было монетизации сняли ты код насчет до насчет дохода давай допустим я поясню зада давай на ярком примере насчет мид ворлда пока что сказать не могу я тебе скажу насчет зов ктулху зов ктулху у меня идет примерно сколько на меня идет он у меня идет полтора часа полтора часа давай-ка посмотрим сколько он у меня за все время за две недели заработал давай вместе сейчас поглядим просмотров у него сейчас почти полляма сколько он заработал денег он заработал на данный момент косарик баксов почти косарик баксов с той самой первой день заработал где-то 320 но опять же это зависит от количество денег за тысячу просмотров у нас на у нас благо кстати эта сумма выросла на территории ютубом стать видно ребят я просто хз и сейчас дай-ка я на примере на примере на примере на примере у меня есть какой-нибудь небольшой ролик вот двор фортрас у нас медвежий конец 11 минут 11 минут ну-ка статистика за все время за все время он у нас заработал 253 бакса за все время вам не видно лан косарь баксов с зов ктулху за две недели если ты делаешь как еблан 10 минутные 15 минутные ролики конечно тем монетизации нихуя приносить не будет нихуя тебе не принесет будешь сосать хий поэтому и некоторые люди это смекают в частности за бугром и очень часто я сейчас вижу как люди делают ролики по 40 минут по часу и течение ролика выкладывают рекламу за бугром там даже интеграция на самом-то деле не нужно там просто можешь спокойно за монетизацию жить и в не дуть да вообще да понимаешь вот просто градация во время русской семьи скетчи было лучше во время дцп озвучки было лучше во время же до гейминга было лучше во времена мгс хиллбоя хиллблейд когда ты делал обзорные обзоры на плохие игры условно плохие игры было лучше во время аркс фаталиса когда ты тихо лампом рассказывал про его детства было лучше во время готики они во время оверлорда было лучше во время готики когда ты тесно рассказывал про тесно рпг было лучше готика 2 готика 3 блять данжен кипер блять индиана джонса было лучше там что-то с этой зинтачи напоминала блять вот-вот я я сейчас реально писали блять сталкер лучше блять во время half-life было лучше я хз что ты довольно популярен по снг неделю назад в плацкарте слышал как пара явных быдланов тебя обсуждали я понял они тебя смотрели только из-за сталкера остальные видосы поносили ну вот примерно как бы вы понимаете что происходит у нас на канале собеску целый жанр мему создал и и дети мем и сейчас блять меня блять как у жони кеша и блять песня и им повод умеем беды из грязи блять а не мимо тут у меня сейчас какая-то падшая империя из форсов битвы хотя бы блять этот пиздец они еще встают блять сохранюсь на ну я их убиваю блять они по собой видишь встают зачем я сейчас чуть нечем просыпаются блять телепортируются за дни не телепортируйте эти ребят все хватит все да те телепортировались хватит вам все умерли всех убью один останусь ой блять так походу да ну телепортировался гад блять камикадзе благо не иди ой погляди захват экрана сейчас 2 часть по вампирам первая часть по вампирам незаконченные это тебя подбешивает понимаю перекачиваю вниз оригинальная часть по вампирам без цензуры но который очень слишком долго проверяли и когда ей вернули монетку я уже выложил блять чутка обрезанную часть она у меня тут сохранена на будущее я как-нибудь ее тоже выложу чисто над тобой порофлить вот так вот какие инсайды я проверяю как сталки работает на сцене ну-ка допустим я сейчас его во первых я тут уменьшу звук ой господи сама испугалась ну-ка новая игра давайте давайте чисто рандом группировка да давай вообще без проблем наемники на группировку бандиты за свободу ебать все настя выбрала свободу ребят давайте он по-украинским baby все и пример сейчас давайте чтобы ему такого автоматик силь это уголь разжигать это зашлете пабличку то обзор честно будет был г.г. этот самый г.с.к. не зашлёт не бабушки так что разраб чтобы еще такой все закинуть для сишки закину себе энергетик закин так аптечку аптечку еще оба все сложность игры ставлю тяжелая сложность экономики выживание поехали начать поехали для да вроде нормально идет я свободовец для а о веревка ой я выкинул нож сейчас мне а как убрать я забыл ребят как убрать войну пока что болт в руку нате шуруп а а он че у меня болты кончились шоль ребят у меня болт кончился ладно так давайте пробегаемся я чисто хочу посмотреть ребят лагает шакалит какой битрейт а битрейта ноль да битрейта хуйма хуйма битрейта значит надо битрейт повыше будет поставить не буду я заводить патреон все ничего не знаю пойду от радиации каюкну сейчас ну вот мы и постримили замечательно stalker думаю на сегодня можно в принципе заканчивать сегодня был типичный стрим ни о чем во многом мы не поиграли не в мордаху мы не поиграли в май самаркар мы играли в крот блять и попутно с вами разговаривали сегодня был разговорный стрим а